Когда можно прийти на прием к Дмитрию Анатольевичу? И что вы можете сделать? Подумайте, когда можно к вам прийти? Может быть, вы какие-то предложения уже сформируете? Мария Владимировна. Вот этот запрос можно аннулировать. Он мне о чем? Который вы направили в инфекцию. Давайте вы можете мне... В пятницу позвонить на тот мобильник, который звонит где 22-23, который рабочий. Маша. Да. Насколько, Мария Владимировна? После 10 в любое время. Хорошо. Депутат Песцова, добрый день. Добрый день, Мария Владимировна Тищенко. Да, добрый день. Мы с вами договаривались сегодня созвониться. Да, 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 я помню, я помню, я помню. Да, 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 я слушаю, Мария Владимировна. Хорошо. Так я вас тоже слушаю. Не напомните, о чем был разговор про театр на районе Отрадной? Да, нет, я помню. Зачем нам? Вы сказали, позвоните в пятницу, я звоню. Я, нет, я помню, что я сказала, позвоните в пятницу, но, а что я должна была что-то сказать, или вы мне? Ну, вы должны, как будто бы, информацию надо сообщить. Мы же попросили, чтобы нас записали на прием. Вы не помните уже? Да, на прием, на прием, вы в списке на прием есть на данный момент, на ноябрь. На данный момент нет даты, пока она так и не появилась. И не появится. Мы вам об этом сообщим. Вы нам сегодня ничего не хотите сообщить, Мария Владимировна? Пока новостей никаких нет. Вот это приема нет, но вы в списке на прием есть. Это вообще издевательство просто, реально. Да, это вообще, конечно... А зачем мы вам должны были звонить в пятницу? Вы же сказали, подумаем, решим, позвоните в пятницу. Мы нас обнаднежили, конечно. У нас была надежда, что хотя бы в пятницу появится какая-то информация конструктивная. Хотя бы пришлите нам запрос. Вы запрос-то тот переделали, который вы направили в пефектуру. Какие еще запросы были после нашего визита вами сформированы? После вашего визита в эту среду никаких запросов не было, потому что запросы формируются только на основании письменного обращения. Потому что обращение должно прикладываться к запросу. А устное обращение кто-то отменил? Устное обращение не прикладывается к запросу. Ну не прикладывайте, прикладывайте то обращение. Вы же по нашему обращению, не по существу, запросы составили. У нас был один запрос, а вы направили совершенно другой. у нас заявление было по восстановлению театра в районе отрадное а вы направили запрос в префектуру вообще ни о чем да мы и так значит видимо решила что вы говорили про театр в прошлую среду приходили к не владею она запрос подождите вы что издеваетесь мария владимировна я ничего не понимаю вы же запрос направить не по нашему заявлению у вас запрос об одном был мы спрашивали про театр какие действия может предпринять депутат чтобы восстановить театр у нас на районе с привлечением сотрудников театра мил с их помощью об этом же был разговор и об этом был наш запрос а вы составили совершенно другой запрос сообщить в каком состоянии находятся дела по театру мил но мы же не об этом спрашивали мы не спрашивали о состоянии театра мил мы и так прекрасно владеем информацией мария владимировна мы с вами общались получается что совершенно впустую вы нас совсем не услышали я вас услышал мария владимировна вы сказали я услышала позвоните в пятницу и значит какие-то действия должны быть предприняты после нашего визита во первых вкусную форму обращения никто не отменял во вторых вы не отработали по нашему заявлению я же сказала меня это не устраивает меня не устраивает тот запрос потому что он совершенно другом мария владимировна то есть вы не можете работать помощником а зачем вы тогда помощником сидите у депутата певцова я ничего не понимаю если вы не можете работать пишите заявление на увольнение освобождайте место для человека который может что-то сделать если вы некомпетентны ну ну значит вам не место там где вы сейчас находитесь если вы людей не слышите не знаете что есть устная форма обращения то тоже не соответствуете занимаемой должности в чем дело мария владимировна не понимаю вы с нами какие-то игры старались играть или что но как-то несерьезно совсем я думала вы нас услышали поняли мы вам о культуре говорили мы вас просили помочь а вы даже нам не то что там не помогли но и даже личный прием не можете организовать а зачем тогда вы нужны нам мы нам совершенно не нужны в таком качестве понимаете совершенно не владеете тогда получается вы ситуация не умеете работать мария владимировна но это же не серьезно ну конечно мы сейчас будем жалобу писать и на вас писать жалобу но вам это надо нам это не надо просто тратить время в пустую понимаете я думала мы пришли действительно приемную депутата а мы в какую-то шарашкину контору попали получается и не знают вообще своих обязанностей не знаю чем они должны заниматься не слышат людей жителей района не владеет ситуация не хотят помочь решить проблему вы формально же получается сейчас говорите что мы формалисты вы не написали заявление мы не переделали наш запрос а то что вы его сделали неправильно даже вас это не колышет получается так что ли мария владимировна вам совершенно все равно и безразлично что происходит просто я не могу переделать запрос ну как не можете а тот запрос отзовите его и отправьте новый как это не можете кто этот запрос делал вы же его формулировали но вы сделаете другой запрос визит же был к вам основа ничего на основании нашего визита на основании того что к вам пришли люди со своими проблемами со своей жалобой на основании этого возьмите то обращение наше потому что но не отработано мария владимировна он неправильно писал забор сообщи обращение он неправильно сформулирован мария владимировна вы опять пришлете что у театра мил решение суда и все и до свидания но мы же не об этом не с этой проблемой к вам пришли с проблемой той что у нас театра нет в районе основании устного обращения не могу написать где это написано сошлитесь на норму закона ну вы же ей руководствуетесь как вы не можете а я считаю что можете и законодатель так считает что можете обязаны устная форма обращения письменная форма обращения может быть две формы обращения заявление жалоба предложения и мы с устной можем прийти вы же делали вид что вы все понимаете все знаете значит и нам поможете получается только вид делали что ли мария владимировна а у вас личная карточка приема ведется ведется а вы ее вели ну тогда на основании личной карточки делать а личная карточка и как с ней можно ознакомиться и никак нельзя ознакомиться на дсп что можно было для служебного пользования паре владимир от это новости но мы сейчас приедем и пожалуйста подготовки понедельник и среда подготовьте личную карточку иначе нам придется вызывать полицию писать на заявление вы сейчас на работе находитесь все равно это у вас приемные дни у нас каждый день у нас прием был который вы не отработали не первое наше заявление не отработали не прием не отработали мы сейчас придем за личной карточкой если вы нам ее не предоставите мария владимировна будет вызвана полиция всего доброго